Я еду на Донейчину. Отсутствие как такового плана действий по реализации Минских соглашений и людей, конечно, очень этот вопрос сегодня главный на повестке дня и главный волнующий. Поэтому команда оппозиционной платформы «За жизнь» не раз уже поднимала эту тему, и мы считаем, что нужно четко прийти сегодня к плану действий. Не замалчивать этот вопрос, не прятать голову в песок, а все вместе объединить свои усилия для того, чтобы можно быстрее люди почувствовали, что у нас не только разговоры о мире идут, а что есть наконец-то свет в конце туннеля, приближение мира у нас здесь на востоке. Это первый вопрос. Второй вопрос, который самый насущный, касается сегодня людей каждой семьи в нашей стране, это вопрос тарифной политики. Потому что прошли акции протеста, приняты куча обращений, почти все сессии городских, районных, территориальных громад обратились в правительство, в парламент, в президенту с тем, чтобы был решен вопрос по регулированию тарифной политики в Украине. Но, к сожалению, мы видим, что опять люди получили платежки, опять там совершенно дурные стоят цифры, рост задолженности по тарифам растет. Наша команда подготовила законопроект, он на прошлой неделе рассматривался в парламенте. Мы обращались ко всем фракциям. Первое, это отменить в пене штрафы, это ввести мораторий, чтобы ни в коем случае у людей не отбирали жилье в случае неуплаты. И, конечно, это уменьшение сегодня тарифов, дать людям нормальные, обоснованные тарифы. К сожалению, мы видим, что правительство находится в полном локдауне, и они не желают сегодня решать эту проблему. Их волнует, кто будет министром, их волнует, как очередной раз там принять господина Ветренко, но они не принимают решения сегодня, которые пришли бы к тому, чтобы у людей понизились тарифы. И третий вопрос, который люди нам сегодня задают, это, конечно, вопрос вакцинации. Ну, хорошо, съездил в турпоездку в Индию министр здравоохранения, отчитались там вчера, что едут вакцины к нам, в Украину. Но не логистика доставки этой вакцины, не уверенность в качестве этой вакцины. И, конечно, людей это очень волнует и беспокоит. Поэтому мы призываем и правительство, и парламент либо обосновать качество этой вакцины, чтобы у людей не было переживаний и беспокойств насчет своего здоровья, четко объяснить логистику, алгоритм вакцинации в нашей стране, и чтобы ни в коем случае не было насильственной вакцинации, скажем так, как сегодня обращаются там к медикам, к учителям, что вплоть до того доходит, либо ты будешь делать вакцину, либо тебя уволят. То есть это недопустимая история, потому что должна быть четкая, понятная программа. Мы считаем, что это должно быть принято на уровне правительства и парламента. И каждый человек должен понимать, если у него есть желание, он должен иметь доступ к выбору вакцин, и вакцина должна быть бесплатна. Если человек считает, что он не хочет делать вакцину, никто не должен его в этом заставлять и принуждать его к этой вакцинации. Только добровольность, качественность вакцин и доступность вакцин бесплатной сегодня задача обеспечить правительство. Мы видим, что они этого сделать не могут, потому что деньги с фонда растрынькали, они отчитываются о строительстве колоссального количества дорог, а за эти деньги можно было купить 51 миллион доз качественнейшей вакцины в нашу страну. Поэтому вопрос вакцинации, но качественной и бесплатной, сегодня стоит так же остро, как и вопрос тарифов и как самый главный вопрос возвращения мира.